Привет, меня зовут Яна. Вы попали на канал LadyRestor. Сегодня мы продолжаем прохождение диска Elysium. У нас расследование в самом разгаре. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то интересное слово. Мы должны поговорить с этим человеком. Зови меня Маньяна. Ты антистачник? Спрашивает человек с веселыми глазами, наклоняя голову. У тебя очень туманное представление о том, что значит антистачник. Но похоже, что это как-то связано с политикой. Может, это имеет отношение кафляжке, к которой он время от времени прикладывается. Я не антистачник, я полицейский. А я просто дурака валяю. Он улыбается, и от этого его морщины становятся еще глубже. Никто никогда не видел антистачника полицейского. Ну вот представь себе, вы копы устраиваете забастовку, а потом приходят другие копы и говорят, теперь мы будем копами за меньшие деньги. Он усмехается, а потом осознает происходящее. Кстати говоря, что здесь, на Диком Севере, делает РГМ? Прибыли поглядеть на нашу драчку? Я прибыл Мартинес, расследуй убийство. Убийство, значит, наверняка это ужасно много работы. Ой, наверное, это ужасно много работы. Лично я расследовать убийство не стал. Так, может ты поможешь мне и расскажешь, что ты сделал? Конечно. Это улыбается он. Это был не я. Меня можешь вычеркнуть, видишь? Я немного упростил тебе жизнь. Истинно сие, он этого не делал. Эй, ты тут мужик в башмаках у ворот. Уна сказал, что ты должен знать про броню. Хех улыбается он. Малыш Бая Дейра сдержал слово. Слово? Он обещал устроить мне неприятности, спустить на меня мусору. Прошу прощения за грубость, я цитирую. И что случилось? Мне поручили разобраться с этой ситуацией с броней. Официальное расследование профсоюза, выяснить, кто забрал, разузнать куда. И вы это сделали? Сначала я подумала, почему бы и нет? Может, если продать броню, это поможет прокормить забастовку? Ну, купить нам еще пару дней под солнцем. Так что я пошел к этому пацану. Он заявил, что сделает меня своей тюремной сучкой. У него везде свои люди. Копы у него в кармане, и он король Джим Рока. Это мне наказание за то, что я решил взяться за эту чертову работу. Я тогда прямо там бросил расследование, но все равно влип неприятности, улыбается он. Хватает одного неудачного решения. Выходит, Куна использовал нас, чтобы тебя припугнуть? Это ерунда, ничего страшного. Он глядит на флягу, раздумывая, не сделает ли глоток. Не сейчас, думает он. Сначала разберемся с этим делом, тогда будет слаще. Это расследование по поводу брони. Что тебе удалось выяснить? Мне удалось выяснить, что люди не горят желанием разговаривать с бухим членом профсоюза о каком-то там броне. Что еще? Почти ничего, в основном всякие технические вещи. Интересно, Ярос, я все рассказал. Какие технические вещи? Я немного покопался в документах про эту арматуру. Скажем так, у меня есть друзья в библиотеке. Объясняет он с хитрой улыбкой. В науку не лез, только выяснил, как она снимается. И как она снимается? По частям, всего их четыре. Первый шлем, про который пацан сказал, что стянул его и пинком отправил в море. Я ему верю. А ботинки остались на том парне, когда я последний раз его видел. Их слишком тяжело снять. Так что, по моим подсчетам, не хватает двух частей. Перчаток и кирасы. Ну вот, на этом я и бросил дело. Слишком много забот. Такая работа подходит для той же милиции. Погоди, четыре элемента. Шлем, кирасы, перчатки, ботинки. А как же по ножам? А их просто нет. Больше они не существуют, если когда-нибудь вообще существовали. Он жизнерадостно пожимает плечами. Забудь о них. Я вот забыл. Я всегда стараюсь делать все по максимуму. Я найду их все. Все части. Все части? Поднимает бровь лейтенанта. У нас есть младшие служащие, которые стремятся показать себя. Я бы оставил хоть что-нибудь для них. А ботинки оставил бы экспертизе. Ну да ладно. Давайте найдем все. Подразумевается, что он не верит, что ты в этом преуспеешь. В общем, тебя ждет настоящий мискийский эпос. Путешествие по всему Мартинезу. Он глядит на юг туда, где течет канал. Надеюсь, награда окажется достойной. Благодарю за сотрудничество. Без проблем. Он наконец делает глоток. Если увидишь парня, передай спасибо. Отозови меня Маньяны. Скажи, что он указал мне путь. Так. Для чего вообще устроили эту забастовку? Ну ты знаешь, тут дела серьезные, улыбаются он. Ты спроси нашего шефа, он тебе наверняка радостно все расскажет. Он любит поболтать и его так и тянет поговорить о забастовке. Возвращайся, когда встретишься с председателем профсоюза и когда тебя получше узнают в организации. Мне нужно узнать, что за этими воротами. Я изучаю мир. Мой друг, я безмерно уважаю право бродить, где вдумается. Простор открыт перед тобой. Он глядит на перекресток с оттенком тоски в глазах. Это значит, что ты пропустишь меня через ворота? Я этим не занимаюсь, я не открывающий проход. Делаю глоток из ряги и показываю ее на лестницу. Проход сам себя открывает. Если так все просто, почему же три рейхеры просто не поднимутся по лестнице? Вот так просто? Я могу просто взять и войти? Ага, пройди сквозь. Только мимо головомера. И заходи. Мимо головомера? Да, это 2,5 метровый семенинский расист наверху. Показывает он на мост под воротами. Просто пройди мимо него. Так. Потом нажми кнопку, чтобы отберить дверь. Нога. Потом снова пройди мимо него. Так. И через офис ты окажешься в кварту. То есть ты хочешь сказать, что на самом деле это будет крайне сложно? Не переживай, я уверена, это теоретически возможно. Например, ты можешь взять тверд над головомером поединки. Или ты мог бы принять его семенинский российский выброс мышления. Или... Разглажу эту носу. Это и правда совершенно невозможно. Кто-нибудь из антистаточников пытался принять его образ мысли? Сам Жан Люк сказал бы, что его философия оказалась для антистаточников слишком героической и недостаточно интуитивной. Кто-нибудь когда-нибудь брал над ним верх поединки? Нет, пока что нет. Он смиряет тебя взглядом, оценивает твои возможности. Он весьма силен. Ясно. И еще одно. Само собой. Человек насвистывает жизнерадостную мелодию, а ветер треплет его пышные усы. Я не думаю, что он даст мне денег, так что... Хороший вышел разговор, но мне пора. Все. Значит, нам надо вниз. Мне нужно быстрее так... Подпишись. Кто он тут? Лидер? Ты лидер? Да. Бллюдки, у нас есть право работать. Орёт мужчина на портовые ворота. Голос у него самый громкий у всех собравшихся. И удивительно скрипучий для человека таких размеров. Что тут происходит? Ша, все замерли и не шумим. У нас тут копы. Широкоплечий главарь поворачивается к тебе. Он как минимум наглого выше всех остальных, кто здесь собрался. Ты явился, чтобы строить нам проблемы? И забьешь честного работягу? В какой-то стадии. Мы здесь, чтобы бороться за правое дело. А люди в форме вечно препятствуют тем, у кого есть правое дело. Ладно, тогда, наверное, нет. Хорошо, мы тут боремся за правое дело. Он поворачивается к воротам и продолжает скандировать. Право работать. Право работать. К тому же, мы с тобой в одной лодке. Он подходит чуть ближе. Хорошо бы люди увидели, как коп и штрихбейкер стоят и о чем-то болтают. Это доказывает, что власти на нашей стороне. Предают уверенность. О каком праве идет речь? Права людей, права рабочих, оплачиваемый труд, работа и зарплата, позволяющая прокормить семью. У него невыразительная манера говорить. Голос звучит пресно и без вдохновения, словно он повторяет набор заученных фраз. Не сказал бы, что я уже выбрал сторону. Ну, может, уже пора, но не позволяй этим жирным свиньям вытирать об тебя ноги. Знаю, копы обычно защищают больших шишек, но вы ведь по сути тоже рабочие. Я копам не доверяю, но вижу, что ты понимаешь. Он слушает голос и начинает скандировать. Право работать, право работать. Как бы то ни было, у меня к тебе есть вопросы. Может, ты лучше им будешь вопросы задавать? Например, почему нам не позволено зарабатывать здесь на жизнь? Он поворачивается к воротам и орет. Позор вам. Нам надо семьи кормить, кусок-то дерьма. Он направляет палец на сидящего на перилах человека. А нам не надо, анти-стачник, орет вот этот дыхающий на перилах. Я тоже хочу попасть в форс. Развлекайся, Фурклитон. Про союз устроил полномасштабную забастовку. Вряд ли тебя пропустят за ворота. Ты хочешь встретиться с их жирным начальником? Я расспрашиваю людей в убийстве, которое здесь произошло, за гостиницей. Я ничего не знаю про убийство, отрывисто отвечает он. Совсем-совсем? Не удивляюсь, если убийцами окажутся эти говнюки из порта. Они готовы на все лишь бы удержаться. Он снова потрясает своим тяжелым кулаком, а потом поворачивается к тебе. Почему полиция не вмешивается? Это настоящий позор. Вызови подкрепление, откройте для нас ворота. Не давать рабочим зарабатывать на жизнь преступления. Я в этом не разбираюсь. Мы пока что не выбираем, на чьей мы стороне. Жаль. Он поворачивается к воротам, орет. Дайте нам работать. Так, кто такие эти штрихбейкеры? Честные мужчины и женщины. С правами, например, на работу. На то, чтобы быть полезными. А не пешками в играх корпорации. Мужчина проводит рукой по седым, по военному, по сриженным ежикам волосам. Мы пришли сюда, чтобы помочь Порту нормально функционировать во время кризиса. По союзной ублюдке работать не хотят. Отпустили бы тех, кто хочет работать. У меня есть вопрос. Смотрят ему глаза лейтенант. Почему все эти люди ваши слушаются? Думаешь, они пошли за мной, потому что я сильный и громкий? Нет. Просто они следуют законам рынка, законам экономики. Потому что нам, он повышает голос Дарева, дали работу. Чего именно вы здесь добиваетесь? Нам обещали работу, показывает он на ворота. И мы бы уже были там и работали, если бы эти козлы не закрыли ворота. И вы не можете пробить себе путь? Главное, ворота заперты. Чтобы их пробить, понадобится тяжелая артиллерия. Можно, конечно, попробовать пройти через офис секретаря, показывает он наверху. Но дверь заперта, а у пульта управления стоит охранник. И я, если что, не про это вот доходя в мискийце, показывает он на докера, прохлаждающегося на лестнице. Я про этого черепомера, если... или как его там... Вы не думали взять ворота штурмом, типа всей толпы? А почему бы тебе вместо этого не пойти туда и не рестывать их? Уверен, за ними много всякого дерьма водится. Да посмотри на них, сразу видно преступника. Было бы лучше для всего района, лучше, если бы вы отправились к домам. По крайней мере сейчас, когда вы все равно не можете попасть внутрь. Нет! Рано или поздно они сгадутся. Или напьются. Оставят пульт без охраны. И тогда мы атакуем. Мужчина трет свою идеально квадратную, поросшую щетиной челюсть. Я, пожалуй, пойду. Вообще, насколько я слышала, на расследование дается 7 дней. Если я за 7 дней не успею расследовать дело, то, как бы, все, до свидания. Добро пожаловать в Ревашолю, объявляет грезный мужчина. Реплика обращена не к тебе, она для Кима. Почему ты так обращаешься к моему напарнику? Не надо мне тут этих добро пожаловать, рябка-тейтенант. Мой дед приехал сюда из страны, где 3000 лет процветала российская изоляция унистская культура. А твои предки явились на этот остров жалких 300 лет назад. Все научные школы и все правительства терпели в Ревашоле только неудачи. Но я все равно люблю этот город. Он принадлежит мне точно так же, как он принадлежит тебе. Да, скажи ему. Он не обращает на тебя внимания. Это такие люди, как вы, разделяет Ревашоль. Из-за вас всем нам гораздо сложнее выкарабкаться из Лимба, куда отбросила нас война. Он хочет сказать, что зацикленность на Ревашольской нации на самом деле мешает самоопределению Ревашоле. Он прав, ты подрываешь все наши шансы на самоопределение. Да ладно тебе, мужик, я просто сказал добро пожаловать Ревашоле. Такая фишка у шофера. Я очень хорошо понимаю, что вы сказали. Вы думаете, что таким, как я, здесь не место, что я должен поберечься и вести себя тихо. Но видите ли, в чем дело. Я сотрудник РГМ. Моя работа следит за тем, чтобы тихо вели себя вы. Сад, советую это запомнить. Тишина в воздухе между ними повисла напряжением. Моему напарнику нужна поддержка. Вот он, шанс себя показать. Ну, давайте первую выберем. Я с тобой. Лейтенант пришел. Вы, милая парочка, вы в курсе, сплевывает шофер? Лейтенант выдыхает и возвращается к твоему обычному спокойствию. Ну что, с этим разобрались, и теперь у нас есть несколько вопросов. Как скажете, господа полицейские. Он бесстрастно ждет сигарет атлет его пальцев. Что перевозишь? Да и сейчас, как видишь, ничего не перевожу. Приехал за грузом, а докеры решили забастовку объявить. Так что теперь только сидеть на жопе и остается. Погоди, так сколько это все уже длится? Забастовка-то давно, месяц, а может, уже и два. Но вот это, показывает он на грузовике, только неделю назад началось. Какой ты груз должен был забрать? Яблоки. Яблоки. Именно так сказал бы тот, кому есть что скрывать. Похоже, ты что-то скрываешь. Послушай, чудо-детектив, я потомок старинной династии дальнобойщиков. У нас издревле есть права и привилегии. Кажется, он теряет терпение, объясняя все это. Я приехал забрать и бучий груз яблок, понятно? Обычных яблок, которые гойко собирали. Черт, больше ты из него ничего не вытянешь, он закрылся стеной расизма. О чем сейчас был этот спорь? О биологическом дитерминизме, о законах природы, о расовой квалификации сплевывает он на землю. В наши дни это не самая популярная тема, когда нами правит коалиция и все такое. Может быть, ты захочешь сменить тему? Спрятать голову в песок, как обычная овца. Ладно, я хочу с ней уйти. Я хочу уйти от тебя, потому что я пошел. Часики дикают. Так что нам надо расследовать дело, как можно быстрее. Конечно, хочется побегать по городу, изучить тут все, но боюсь, что мне тогда не хватит времени на все остальное. Добро пожаловать в Фритте, я рада предложить ему широкий ассортимент и все такое. Товары на полках, она снова утыкается в журнал. Что за журнал она читает? Что это у тебя за журнал? Этот-то она смотрит на обложку с кричащей яркой фотографией двух целующихся девушек. Это поп-звезды. Там типа про знаменитых людей, угу. Не продается. Похоже на странице 34, также есть раздел Полиция Делла Мод. Это интересно. Это все не важно, а что это за Полиция Мода показать на обложку? Ну, типа оценивают прикид известных людей, не по фану типа. Жестоко так, она на секунду задумывается. Определяет, кто самый стильный. И кто же сейчас намба-ван, кто-то вроде этого парня показывает на себя? Она лениво смеливает тебя оценочным взглядом. Нет, вряд ли. Мы не из полиции Мода, Ким смотрит на тебя и поясняет. Мы из настоящей полиции. Продолжим. У меня к тебе есть вопросы. Ладно, правда мне типа особо нельзя ни с кем болтать, но она отказывает журнал в сторону. Можешь мне что-нибудь рассказать о трупе? Да, я как бы ничего не знаю, только то, что он типа есть, но сама не видела, так что... Ты знала покойного? Как-то не особо, не особо, то есть немного знала. Нет, вообще не знала. И давно он там? Не знаю, очень давно, нет. Она у нас это... Подросток типа. Что по-твоему произошло? Не знаю. Не стоит волноваться, голос лейтената, значит успокаивающий и профессиональный. Это просто стандартная процедура опроса. Если что-то услышите, дайте нам знать, хорошо? Ладно, она почесует нос. Спасибо за помощь. Ладно. А это у нас что? В угол стоит автомат приема тары с надписью «Одна бутылка десять сентимов». Что это за аппарат? Чего продавщица отрывает зряц от журнала? А, это автомат для тары. Понятно, но что он особо представляет? Ежка удивленно поднимает бровь. Ну, это аппарат для тары. Ну как, находишь тару, бутылки там или что, и кладешь туда, а он тебе деньги выдает. Ясно, как собирать эту тару. Ну, пакет надо, не? У нас были, но все потратились, так что она смущена пожимать плечами. Но если найдете пакет, можете воспользоваться. Уверена, они где-то есть там. Она указывает на двери. Где-то там. Ладно, нам надо посмотреть журнал. Что вообще надо сделать. Мужик упоминал библиотеку. Ну, с которой мы говорили только что. Скотти, в караоке. Вернитесь, Куна, и потребуйте объяснений. Так. Информация по серийному номеру. Я почему-то не могу ничего с ним сделать. А я же это уже сделаю, нет? Снимите ботинки. Каким образом я это сделаю? А это что такое? Закрыто. А, ну это же... Я вернулась обратно. Ладно, давайте попробуем еще раз спросить того дядьку. Нам надо взять номер телефона этой девки. Я не помню, правда. Я брала номер, не брала. Так, что у нас есть? Предметы. Платок. Стоя катушка. Ничего. Ничего, ничего у нас нету. Так. Another thing. Great. I love. Yes, not a... We should find out who did. We don't. We have to. There are these things called. They. Yes. Yes, have you a lot. A lot like what? Странно. Ну ладно. О, ух, не открылось. Худой мужчина курит под вытяжкой, периодически прихлёбывая из чашки. Видимо, повар тряпья. Когда ты заходишь, он кивает на стол и говорит что-то на совершенно незнакомом языке. Тебе удается разобрать лишь пару слов. Гараси и пупик. Так, ладно, это точно не его имя, но что бы ты ни говорил, ради бога, не называй его Гарасием Кубиком. Пожалуйста, это не смешно. Здравствуйте, я могу вам задать пару вопросов? Мужчина пускает чашку, что-то говорит, размахивая левой рукой. Впечатляющий кастрюлю. Он улыбается и стучит по нему всем поочерёдно паломникам. Получается почти музыка, особенно если прибавить к звону кастрюль бульканье и шкварчание с плиты. Кажется, больше мне ничего не нужно. Оставайтесь маскулинным. Видимо, разговаривать со мной он не будет. Перед тобой тяжёлая стальная дверь с крупным перфорированным замком выкрашена в синюю. Тебя манит её окрас в синий цвет ткани. Интересно, куда ведёт эта дверь? Вам, на самом деле, интересно ли, что она смотрит на тебя с терпеливым скепсисом? Эта дверь задней части кухни. Чем она вас так заинтересовала? Стоит заглянуть так. Это часть танцева в тряпье. Есть в этом месте что-то такое, чтобы удоражить любопытство. Эксцентрично. Ну ладно, наверное, можно поинтересоваться этой дверью в рамках стороннего расследования. Ага, стороннего мини-расследования. Он смотрит на тебя, потом на дверь. Говорит, про это надо с Гартом, управляющим в кафетерии. Потрогай дверь. Значит, кобальтовая синий шероховато. Дверь сделана из нержавейки и окружинорамы. Она ведёт в флигель в соседнее здание. Старое полуразвалившееся. То, что за ней старше этой гостиницы. Ладно. Пойдём поговорим с Гартом. Может, он нам даст ключ от этой двери? А как говорить-то? Странно. Мне же сказали с ним поболтать. Вот отсталкнуть. Теперь не поддаётся. Ну и что дальше? Я заметила, что ты за мной ходишь. Ну как бы, он же твой напарник, поэтому он ходит за тобой. В задней части кухни есть таинственная стальная синяя дверь. Ах, да, та дверь. В ней нет ничего таинственного, просто дверь. Ты не знаешь, что за ней у тебя есть? Нет, у меня нет ключа. Я не знаю, как туда попасть. Я не хочу знать. Я не гадал об этом 10 лет. Там, наверное, просто склад фрите. Или скучная кладовка, полная старого хлама и пыли. Он проводит пальцем по стойке, проверяя её на наличие последней. Он пытается изображать равнодушие. Получается крайне неубедительным. Мне кажется, тебе интересно, что за той дверью. Ладно, хорошо, чуточку. Он пожимает плечами. Но работа не оставляет мне возможности гадать, что прячется за одной из дверей в одном из кафетериев, которыми я управляю. Так что я ещё не открывала её. Я сотни раз вычищал все здания за животными, но ключа не нашёл, так что удача. Ну ладно. Давайте у старушки спросим, может, она что-то знает. Ладно. Она не знает ничего. Жалко. Тогда как открыть эту чёртову дверь? Знаешь, что за той дверью? Он смотрит на тебя, потом быстро твой взгляд, пожимает плечами, что-то бормочет под нос. Пожимание плечами международный знак, значит нет. Не знаю, что за той дверью. Ну ладно. Пойду поднимусь наверх. Хочу кое-что глянуть. Можно к ней постучаться? Женщине. Постучать. Их же тоже надо. Хватай этот пухленький сочный окорок и выкуй его прям в сосуд. Что-что? А. Окроп. А, ты про это? Мезолимбическая система с награждением выражения не выбирает. Ей подавай курить. Я что, курильщик? А кто себе знает, курильщик ты, чудовище, убийца, жеромский гном, кажется, что курильщик, особенно когда видишь этот сочный некий аппетитный мясистый окурочек. Он все еще соблазнительно тлит, но у нас затушило бычок до фильтра, то курить не получится. Соображаешь, тогда толку мало, надо найти целую сигарету, лучше пачку или нет, целый блок, главное, чтобы было слехонько, равнехонько было, а потом можно все скурить. Не надо бы этого... Не надо... Че? Славно, курильщик сделал тебя сильнее и лучше, для выпендряжа ты уже старовато, стоит найти сигареты и закурить, как бац. Сразу станешь крутым бутарем, этаким мифическим красным драконом, пускающим дым из милдрей. К тому же курение дает большие преимущества. Я не хочу. Вообще-то я не хотела курить. Тоже мне сигареты еще искать. Да пошли вы с своими сигаретами, мы и так нормально. Я не буду курить. Что за развалином не показывали? Ладно, пойдем к Куна, потому что нам особо и никуда больше... нельзя, ну, потому что непонятно, куда двигаться дальше пока что. Если он, конечно, еще там. Все еще там. Думаешь, Куна не пофиг? Мальчик поворачивается к тебе, ему действительно все равно. Я поговорил с Маньяной про броню. И что? Он приподнимает брови. Всем своим видом выражая безразличие. Он сказал, что ты обещал спустить на него мусорок. Аня. Он просил тебя поблагодарить, ему совсем не хотелось гоняться за этой броней. Ну, ладно, вот такой Куна щедрый, да, он выглядит несколько смущенным. Ну что, погонял тебя, Куна? Расстряс твою толстую жопу. Слушай, мусор, серьезным и деловым тоном говорит он. То с моим голосом. Куна отправил тебя приструнить кое-каких лохов. Куна тебя развел, но мы это можем оставить в прошлом. Расскажешь, пацан. Это ты что, крутого себя строишь? И стоило к тебе по-доброму отмахивать сон. Куна тебя как следует, так что ковыряй отсюда, нафиг. Если ты хочешь после всего этого говна здесь торчать, то расскажи Куну что-нибудь интересное. Но я не думаю, что я смогу. Шансы маленькие. Ну ладно, пойдем дальше. Поизучаем город, потому что я не знаю, чем еще можно заняться. Что мне там? Найти сигареты. Нахрена мне это больше сигарет? Вот в этой части города мы еще не были. Какие-то книги. Куда можно зайти? Тут, наверное, библиотека. Здравствуйте, сэр. Заходите, магазин открыт. Девочка с пухлыми раскрасневшимися щеками машет тебе рукой и улыбается. Нос у нее тоже покраснело от холода. Здравствуй. Хотите купить новую увлекательную книгу? Она притоптывает ногами, чтобы согреться. Что это у вас тут за магазин? Это книжная лавка, сэр. Мы продаем книги, открытки и еще настольные игры. Показывает она на витрину. Она называется «Детективы романа и биографии знаменитости». Эй-эй-эй, придержи лошадей, девочка. Ну хватит, я знаю, что все это такое. Кого ты хочешь обмануть? Я сказала, что знаю, что все это такое, черт тебя дери. Сэр, вы в порядке? Доносится откуда-то издалека голос девочки. Вы уже давно стоите и ничего не говорите. Можно задать тебе несколько вопросов? Конечно. Ладно, мне пора. Пойду в магазин. Я знаю, кто это такие, так что не надо мне это. Женщина. Приветствую в магазине «Детективы романов и биографии знаменитости». Меня зовут Плизанция, здоровая сосотрудница. Приветствую вас и настоятельно прошу следить за тем, какой энергетикой вы наполняете это пространство. Этот магазин принадлежит вам? Да, я владею этим островком культуры, чем весьма горжусь. Она говорит высоким голосом, словно пытаясь придать ему проницательности. А что за девочка там на улице? Да, это Аннет, моя дочь. Надеюсь, не отлынивала от дела, уткнувшись в свою фантастику. Скажите, она была на посту и работала, как послушная девочка? Да, конечно. Чудесно. Вы с ней говорили? Да. Прекрасно. По шкале от 1 до 10, насколько вас привлекла идея купить книги после беседы с ней? Я не собираюсь оценивать человека, не имею такой привычки. Да бросьте вы, оцениваете не личность, а маркетинговые приемы. Она скрещивает руки на груди. Жду ответа. Ну, давайте 10. Золото мое. Сердце радуется, когда она так старается. Ответ ее весьма удовлетворил. Если у вас есть дети, желаю, чтобы они выросли такими же замечательными, как моя Аннет. Я считаю, что вы поступаете с ней неправильно. Не лейте не в свое дело. Она ясно напрягается. В нашем обществе не принято учить других, как воспитывать детей. Это не ваше дело. Только мое. Она справляется с критикой с помощью отрицания. Я пришел, чтобы свергнуть свободный рынок и покончить с детским трудом. Это... Она закатывает глаза. Шутите? Здесь такого и близко нет. Это как посмотреть, сколько вы платите ребенку. Помилуйте. Ну на что детишкам деньги? Я их для нее откладываю, так что она сейчас себе будущее обеспечивает. В более развитых странах такое преступное деяние было бы немыслимо. Да, давайте. Скоро в этих странах поймут, что вырастили ленивые избалованные поколения. Она говорит уверенно, намек ничуть ее не оскорбил. Ну что, пошутили и хватит? Да, действительно, мы уже изрядно повеселились. Лейтенант постукивает ногой. Ладно, сменим тему. Женщина перед вами наблюдает за магазином, ее плечи напряжены. Она то и дело поправляет очки, пододвигая их ближе к переносице. А я хочу купить книгу. Зачем вы тогда со мной говорите? Все на полках. Ладно. Она мне... Я так понимаю, ничего не скажет? Тут вообще есть что-нибудь интересное? Это вообще к делу не относится. Хотя... Чего? Вызывай, что это за детективы? О, криминал, ограбление, убийство. Она понижает голос. Даже преступление на сексуальной почве. Хорошо, что у нас есть Дик Малин и его истории. Вы же полицейский, сам собой. Вам стоит приобрести всю серию. С помощью этих книг действительно можно стать хорошим детективом. Детективный жанр позор профессии. Нелепые ложные изображения настоящих полицейских, тяжелые... и их тяжелого ежедневного труда. Работа полицейского в этих книгах сильно приукрашена. Умолчивается, сколько времени на самом деле требуется, чтобы проверить все зацепки и исключить тупиковые варианты. Мало того, здесь ни слова о том, как психологически тяжело будет за годом общаться с теми, кто переживает самые мрачные моменты в своей жизни. Ни разу не упоминается, как эта работа осложняет жизнь. Родные полицейского, детективы весьма далеки от правды. Ну что, тебе нужен список этих книг-сколок? Боже, нет. В полке ловится детектива с изображением доблестного висперского десыщика Дика Малана. Что мы тратим время в пустую? А тут что? А, настольные игры. Ладно. Ну, они мне не нужны. А тут что? Подтаившие конфеты. Нормально так продавать. Подтаившие конфеты. Так, ну что ж, я думаю, нам пора заканчивать. В этой серии мы поболтали с усатым дядей, который нам рассказал про броню, про библиотеку. Только я не знаю, доступна ли здесь эта библиотека или нет. Я не знаю, что нам делать. Дальше. Ну, будем обследовать город, потому что что еще делать? Общаться с людьми. Город большой, так понимаю. Я еще почитаю потом про игру, посмотрю, что там, ну, сколько дней на расследование дано и так далее. Я, конечно же, не буду читырить, там, смотреть прохождение и так далее. Ну, только если совсем худо все будет. Вот. Так что, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok